Уже более 150 тысяч человек являются клиентами сети магазинов Титан. Искал ноутбук для ребенка и нашел то, что надо в Титане. Получилось в два раза дешевле, а состояние как у нового. Титан. Для всех и каждого. На улице Ленина дама на Хёнде не заметила и сбила мальчика на велосипеде. Авария произошла на глазах отца ребенка. Камера видеонаблюдения запечатлела момент столкновения. Далее рубрика «Видеорегистратор». Сегодня в ней самые заметные ролики уходящей недели. На улице Ленина у дома 191 женщина-водитель Хёнде резко вошла в поворот и не сразу увидела юного велосипедиста. На повторе видно, что удар был не сильный, ребенка слегка зацепила, после чего велосипед упал на асфальт. Вызывать полицию участники инцидента не стали, женщина даже не вышла из машины. Пытался осторожно проехать перекресток улиц Ленина и Пятницкой водитель Ниссана. Но не получилось. Не помог даже резкий старт. Удар от «Шевроле» пришелся прямо в заднее крыло. На улице Павла Корчагина водитель синего Рено смело выехал с парковки и не заметил припаркованный автомобиль. Удар был более чем ощутимый для виновника аварии, но он сделал вид, что ничего не произошло и продолжил путь. Впрочем, камера видеонаблюдения зафиксировала его номер. На улице Воровского девушка водитель Лачетти не заметила знак ремонтной работы и наехала на него. После удара девушка продолжила путь, а знак и опорная конструкция разлетелись по дороге. Проезжать стало еще труднее. Впоследствии один из водителей остановился и, что называется, прибрался на дороге. А еще через два часа приехали дорожники и поставили знак на место. Парковка дело тонкое. Водитель Рено не смог нормально припарковаться и зацепил соседнюю Гранту. Сейчас автор видео разыскивает нарушителя. Жильцы дома номер пять по улице Сутырина пытаются наказать своего соседа на иномарке, который повредил общий шлагбаум. Мужчина хотел выехать с парковки, приподнял ограждение и сломал его. Сейчас жильцы хотят решить вопрос мирным путем. В противном случае взыскивать материальный ущерб придется через суд. Жильцы дома на труда 39 разыскивают ночную воровку цветов. По словам автора видео, злоумышленница уже не в первый раз выкапывает и похищает цветы. Сейчас устанавливается ущерб и женщина в розыске. На улице Казанской пенсионер на «Шевроле» продемонстрировал мастер-класс по вождению с задним ходом. Скорее всего, водитель таким маневром решил сократить путь. Буря эмоций вызвала ночная встреча водителя и пассажирки машины с камерой с лосем. Михаил Вагин, место происшествия. Вагин, место происшествия.